Друзья, всем привет! С вами изложник и физкультурник Алексей Шреддер и Паша Бабич! Всем привет! Возвращаюсь на ютубчик к Лехе на канал. А ты чего тут меня еду? Увлекуешь ролик? Зачем? Когда есть ты. Друзья, Паша Бабич заскакивает на мой канал, все почему? Потому что я нашел его паспорт в зале, отобрал и не верну ему паспорт, пока он не выполнит мой H-Squad Challenge. Друзья, напомню, что это за челлендж. Нужно присесть с весом определенным, для каждой возрастной категории этот вес свой, на количество повторений равное возрасте. Допустим, в моей категории возрастной 41, нет, 40-44, моя возрастная, а мне 41 год. 100 килограмм рабочий вес, то есть у меня этот челлендж 41 повтор с весом 100. Браг мой старший делал 43 повторения с весом 100, потому что ему 43 года. Павлу 26 лет, он попадает в категорию 25-29. Паспорт надо показывать, 8 марта. Я уже посмотрел, но у меня уже забыл. 96 года рождения. Да, то есть здесь не важно, сколько ты весишь, сколько ты рост, там, ну если кто так написал, если я шестерпенька горяча, ну извините, тогда это не ваш челлендж. Ну, Паша Капан, сейчас он в парку. 106 вес, рост, 194, да. 194. Друзья, в категории Паши, возрастной категории, напомню, 25-29 лет, рабочий вес на штанге 115 килограмм. 115 килограмм. Количество повторов, соответственно, 26 лет, 26 повторов. За один подход выполняем. Приседать немножко ниже параллели, хотя бы, но Паша глубоко приседает, он всегда кресало. Если будешь жопой в пол приседать, то комплексы идут. Яичко. Да, наколенники там и прочее, пинты ничего использовать нельзя. Под штанами ничего нет. Да, под штанами ничего нет. Одни ноги. Я еще покажу потом, да, а то сейчас пусть привез. И пояс можно использовать, только из экипировки, только пояс, штангерки. Только это можно использовать. И нельзя в процессе подхода, он естественно один подход, разбивать нельзя, как сал, так и пошел. Нельзя делать подъемы ног. Ну, как бы, делать вот так, да, какие-то тренировые партурки нельзя. Сал, так как он и стоишь, ну, если тебя качил, и там чуть не упал, ну, это фигня, не считай. Все, 26 повторов. А это все, паузу вверху? Паузу вверху, сколько угодно. Нет, можно. Хотя нет, ты знаешь, паузу можно тоже ограничить. Допустим, 5 секунд, это довольно длинная пауза. А если больше, это уже прям тоже херня, человек будет стоять. Ну, да. При том, что я не буду при этом называть слово дебил. Так, мужики, мы погнали. Вот Паша, вот 115 кг. Паша показывает, что никаких наколенников нет. Лех, я тоже говорить умею. Ребята, у меня наколенников нет, смотрите. Здесь тоже нет. Не хочу задирать, потому что передавливает. Все спускаю. Все, я готов. Давай. 26 раз. Да, 26 раз. Да, главное, считайте. Да, я буду считать вслух, не волнуйся. Да, наша собака не выскочила. Так, сейчас куда-нибудь вот сюда. Так, здесь мне места не хватает. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Паша глубоко приседает, как король. Девять. Прям жопой в пол. Десять. Хотя этого не требуется. Одиннадцать. Достаточно просто чуть ниже параллели. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Хорошо. Двадцать. Нужно, напомню. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. А, приходится подышать. Нормально, по пять секунд можно отдыхать. А ты где-то по две-три отдыхаешь. Двадцать. Двадцать один. Не торопись. Двадцать два. Пять секунд есть. Это не так уж и мало. Давай. Двадцать три. Паша еще три раза. Двадцать четыре. Красава. Два раза осталось. Главное не поторопиться. И мощно. Давай-давай. Двадцать пять. Отлично. И нужен последний повтор. Оп. Есть. Двадцать шесть. Дядя Павел мочит. Браво, браво. Итак, мужики, поздравляю Пашу Бабича. Красавчик. Иу. Прошел H-squat челлендж. Двадцать шесть повторений, сто пятнадцать кг было тяжело, но он сделал. Что можешь сказать? Ты знаешь, как весы говорят, ваша масса тела соответствует там двадцати трех летнему подростку, молодому человеку, как у меня, да. Возраст соответствует, присед соответствует моему возрасту. Подтвердил все четко, но на старте не так сложно, как казалось. Ну, грубо говоря, не готовился, просто всегда, ну, не как, не то, что всегда, а периодически делаю присед. И, в принципе, всегда вчера вечером уже понимал, что сделали. Лечение будет непросто, но и не прям кипер, прям сложно, как-то, но последние повторения, где-то четыре прям дались, как-то, на характер. Мне понравилось, понравилось, что я делал полную амплитуду. Ставьте за это лайк, качественные повторения всегда будут. Леха, тебе спасибо за тыщу. Да, друзья, подсказка сразу для всех, кто вдруг захочет делать такой челлендж. Вес, как бы, нормальный для среднего уровня атлета, это не для чемпионов тяжелоатлета и так далее. Поэтому я считаю, что Паша быстровато делал один за другим повторы, так тяжелее. Если вы будете пытаться, то я сразу рекомендую, уже начиная после первого повторения, примерно, вот минимум по две секунды отдыхать вверху. По две, может, по три. Научиться отдыхать вверху и уже после первого повтора. Потому что, когда тебе кажется первой легкий, ты топишь, а потом тебе тяжелее восстанавливаться. Оно работает так. Я 100 на 100 когда делал, я знаю, о чем говорят. Я привык за руку, быстрее узнаю. И что можешь сказать? Как ты считаешь, вот такой меч-квад челлендж, он для какого уровня ответ? Прям для таких, мне кажется, среднячков? Ну да, для таких крепких среднячков, может быть... Ну, опять же, все зависит от амплитуры того. Просто, когда залезут и будут делать чуть ниже параллели, как бы, сложно, но как-то такое, будут добавлять. Все-таки индивидуально, еще, конечно, от роста, который зависит. То есть, он с тобой, например, высокий. Я знаю парней, который динамчик у нас. У него ноги в два раза короче. Он сделает там и свои, там, сколько, 100 килограмм, ну или 115 даже держит. Тоже полегче. Все индивидуально, но я бы сказал, для твердых, крепких среднячков. Хороший челлендж. Ну, конечно, не для профи. Да, да. Челлендж. Тяжелланды, плагающие. Да, если взять все тяжелотреты от китайцев, японцев, у них настолько коротенькие ножки, они могут с абсолютно вертикальной спиной дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. Ножки так раз-раз и уже сделал крисик. Да, да. Ну, им классно. А Паша со своими шпалами. А у меня ноги к ушке. Ноги к ушке, да. Красавчик сделал. Друзья, как бы, всем пока, а я сейчас буду читерец с наколенниками, но я правда буду читерец с 190. Да ладно, это мой вес. Да не, точно. Сейчас. И черная ставка. И черная ставка. 190. Так, более-менее, не знаю, жопой пол попробовать, хотя я давно так не делал, как Паша прям. Жестко. Нужен еще раз. Давай. Держать. Жестко. Хорош. Но Паша все равно здесь папа. Вон, насколько он сделал. Целых 20 еще из повторений. А здесь пять раз, да, было? Да. Маловато будет. Всем пока. Маловато будет. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.